Дамы и господа, мы продолжаем сегодняшний день. Итак, я хочу вам озвучить нашего уважаемого лектора, замечательного профессионала, моего коллегу. Это Павел Никулин, Центр размножения растений. Я попросил его не только рассказать о торфосместияне, но еще как его в конкретных видах производства применять. Вот. Павел очень скрупулезный человек. Пожалуйста, внимательно слушайте, и вас ждет удача благодаря этой лекции. Павел, добро пожаловать. Спасибо. Пожалуйста, Кипер. Микрофон включен, да? Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, зрители. Моя лекция сегодня будет обзорная. Я уделю внимание субстратам и удобрениям пролонгерного действия. У меня работает, да, все? Субстрат — это та субстанция, на которой растет растение. Это фундамент растения. Поэтому всегда, когда мы начинаем заниматься производством растений, мы начинаем с субстрата. И субстрат мы подбираем не под то, что кто-то сказал, там классно получилось, а под то, что нужно нашей конкретной культуре, конкретному сорту, конкретному виду. И вот под это растение мы подбираем субстрат. С помощью субстрата, с помощью компонентов субстрата, мы решаем конкретные агротехнические задачи. Здесь не все так просто. Здесь, в принципе, и не сложно, но и не все так просто. С латинского субстрат. Субстрат переводится как питательная среда для выращивания растений, которая остается стабильной при любых образованиях. То есть субстраты мы берем те компоненты, которые при намокании, при замерзании, при высыхании, при каких-то еще воздействиях как можно дольше сохраняют свои физические свойства, которые не изменяются. Основными компонентами субстратов являются торф, песок, глина, веринклит, агроперлит, моксфагнум, щепам, циолит, волокно, керамзит, гидрогиль. И все те местные материалы, их называем местными материалами, которые есть в ваших карьерах, в ваших каких-то там остатках сельского хозяйства. Потому что мир, земной шар большой, и этих материалов может быть бесконечное множество. Дополнительными компонентами торфяных субстратов являются доломитовая мука, известняковая мука, триходерма, мицелий, паф. Паф — это поверхностно-активные смеси. И большое количество добавок, которыми мы заселяем грибы, микоризы, что-то еще такое, мы заселяем в торфяной субстрат. Что же такое торф? Торф — это органическая горная порода, образованная в результате отмирания и неполного распада болотных растений в условиях избыточного увлажнения при недостатке кислорода. Торф состоит из трех частей — органической, минеральной и водной. Сейчас удивитесь, скажете, почему это горная порода. Все-таки специалисты, которые занимаются горной породой, выделяют ее, торф относят сюда. Почему? Потому что торф — это первая стадия на пути преобразования растительности в графит. В генезисе торф идет так, и идет растительность, торф, бурый уголь, черный уголь, уголь антрацит и графит. То есть торф — это, скажем так, первая стадия. Чтобы понимать вообще, из чего состоит торф, он главный компонент всех субстратов, по крайней мере, в нашем питомниководстве — это компонент номер один. Я хочу немножко приоткрыть занавесу и показать, что в нем все-таки есть. Элементы состава торфа вы видите сейчас на таблице. Углерод, кислород, водород, азот. Соответственно, в процентном соотношении. Конечно, здесь торфяных месторождений большое количество. Большое количество вариаций, какие бывают в месторождении по северне, южней, по глубине залегания, по растительным остаткам, с которым образован торф. Но в среднем, примерно, это вот такие вот цифры. Фазовый состав торфа. Он состоит из гуминовых кислот, легкогидролизуемых соединений, битумов, ленинов и водорастворимых веществ. Процентное соотношение вы видите. Это не популярная какая-то литература. Это наш государственный стандарт. Это научная литература, которую вытащил библиотеку и показывает официальную информацию. Классификация торфов. Мы, как питомника вода, выделяем всего лишь два параметра в классификации. Это тип торфа, верховой, низовой или переходный, и степень разложения. Больше нас, в принципе, ничего не интересует. Но я привел общую таблицу по торфам. В системе классификации торфов есть три важных фактора. Во-первых, это тип. Он делится на низинный, переходный, верховой. Во-вторых, это подтип. Он может быть лесным, лесотопяной. И топяной подтип. И древесная группа. Собственно, это группа из чего... Не то, что древесная группа, это группа из растений, из какого типа торф получился. Древесная группа, древесно-травяная, травяная группа, травяная-маховая, маховая группа. Если смотреть по определению, опять же, я ссылаюсь просто на ГОСТ, что мы называем верховым торфом. Верховой торф – это торф, который образован из болотных растений, который на 90% состоит из растений олиготрофного типа. Олиготрофный тип растений – это растения, которые растут на скудных, бедных почвах и имеют скудное водное питание только за счет естественных осадков. А низинный торф – это тот торф, который образован из растений эфтрофного типа. Эфтрофный тип растений – это растения, требовательные к питанию почвы, требовательные к влагообеспечению. То есть у низинного торфа уже есть естественные осадки, есть подпочвенный сток воды, есть талые воды поверхностного способа стекания. И поэтому он более, скажем так, представлен другими характеристиками. Переходный тип торфа состоит из 50% бедных растений, требовательных к питанию почвы. Растения любят очень крепкие… Ой, елки, запутал. Две мысли я до времени поймал. В общем, переходный торф – это тот торф, который состоит из двух видов растений, которые требовательны к питанию почвы и которые нетребовательны к питанию почвы. Соответственно, чем же работаем мы? В большинстве своем питомниководы работают торфом верховым. И очень вообще ценится самый верхний торф. Держите, могу показать. И в камеру потом не дадите. Это вот эта вот группа – медиум торф, фускун торф. Здесь еще несколько названий, просто здесь не получилось увидеть мне, да, закрылась. Пушицево-сфагновый, щекцириевый торф. Он представлен растениями, которые более нежные, мелкие. И, скажем так, это не дрова, не бревна. Он более влагоемкий. Там большая часть составляет хам. Здесь на картинке вы можете видеть два типа торфа. Один из них, вот этот темный, да, мы его все-таки относим к низиному. Он более темный, более разложившийся. А правый, более верховой, видны элементы растений, которые еще не до конца разложились. У него фракция более крупней. У него можно даже отличить какие-то виды растений. Можно по этому торфу, можно даже что-то выявить конкретно из растений, даже определить. Он имеет более кислую реакцию, и степень разложения у него минимальная. Чем все-таки отличается низин и верховой по степени разложения? У низиного мелкая фракция, и у него больше минеральных, когда разлагается растение, получается, что чем выше степень разложения, тем больше минеральных остатков остается в торфе. В низином торфе питание больше, чем в верховом. В верховой он практически лишен каких-то минеральных остатков. Свойства торфа. Однородность. Понятно, что если мы привозим какую-то машину торфа или несколько кип торфа, большой объем, то на всей глубине этого объема, на всей партии, мы будем видеть однородную стабильную структуру, которая имеет какую-то конкретную фракцию, какую-то конкретную PH, какую-то конкретную зольность. Все эти параметры будут однородные. Он стабилен во влажном состоянии, и в сухом состоянии. Он более-менее держит свою структуру. И это качество нам очень интересно. Пористость. Безусловно, он воздухово-влагопроницаем, прекрасно насыщается водой, прекрасно пропускает воздух, прекрасно вода через него дренирует. Но, опять же, надо сделать такую поправочку. Низинный торф с высокой степенью разложения не так влагопропускаем, он не так влагопроницаем, он немножко задерживает. То есть мы сейчас дальше эти моменты посмотрим. Пластичность. Если мы торф сжимаем, то он достаточно легко восстанавливает свою структуру и форму. Это связано с транспортировкой. Мы можем сжать в кипы, потом распушить, и практически получаем плюс-минус еще 50% к объему. Влагоемкость торфа. Влагоемкость торфа. Здесь данные сильно разнятся, но если мы берем влагоемкость по сухому торфу, то есть исследование, когда увеличилась влагопоглощаемость торфа до 1800%. От 500 до 1800%. Там есть разные методы и способы исчисления, проведения этих опытов, но цифры, в принципе, такие, это цифры из научной литературы. Аэрогидропроницаемость. Я уже говорил, что, в принципе, он достаточно отвечает этим зрением очень хорошо. Низкая теплопроводность. Это больше строительный термин, что он за счет воздушности своей плохо проводит температуру. Но это он к нам тоже относится, потому что торфяной субстрат не так быстро промерзает, допустим, чем черноземный, допустим, или глинистый субстрат. Он за счет того, что много воздуха, держит свою какую-то температуру определенную. Его можно, торф, использовать как утеплитель. Полная влагоемкость торфов. Здесь мы видим по степени разложения верховой торф 30 единиц. Килограмм, это влагоемкость по массе получается, килограмм-килограмму. Низинный 18. То есть у верхового торфа за счет его фракции, за счет его крупности, степени разложения, у него влагоемкость больше, чем у низинного. Характеристика торфа. Влажность. Да, торф должен быть определенной влажностью. Для работы с торфом нам необходимо примерно 65% влажности. При этой влажности он более-менее оптимально заходит на посадочную машину. В производстве не так пылит, удобно сажать. При этой влажности он наиболее четко ложится в горшок. Его можно там условно сжать и потом пролить. Если влажность торфа снижается, то нам потом либо мы дышим пылью, либо потом сложно пролить, либо что-то еще происходит, что нам немножко мешает. В технологическом плане примерно 65%. Влажность торфа для нас оптимальна. Малообъемная масса. Очень классная величина. 150-200 килограмм весит один куб. Легко можно переносить внутри помещений. Плюс производственных помещений. Зольность. Чем меньше зольность, тем лучше. Зольность это показатель отношения, когда торф прокалили в муфельной печи, то та зола, которая остается, она состоит из минеральных веществ. Чем ниже зольность, тем лучше, потому что этот торф, соответственно, верховой идет. В низином торфе зольность выше, и там, соответственно, выше количество минеральных солей. Кислотность, степень разложения. Я сейчас дальше покажу по таблицам. Там нужно уже останавливаться более конкретно. Здесь мы видим на таблице степень разложения по всем типам верховой, переходной, низинной. Зольность. Видим его влажность. Она практически не меняется. Зольность. Видно, что у верхового всегда меньше, чем у низинного. А PH, кислотность почвы, ой, торфа. Там небольшой разбег, буквально 2 единицы. Ну, в принципе, кислотность – это тот параметр, который мы регулируем за счет внесения известняковой муки либо доломитовой муки. И теплота сгорания. В общем, добавил сюда только для того, чтобы понимать, что если у нас растение дохнуто, то вот это еще и топливо получается. То есть надо понимать, что если будем сжигать, то выделяется большое количество тепла. Что такое степень разложения? Содержание в торфе беструктурной части, включающей гуминовые вещества, мелкие частицы, негумифицированных остатков растений. По степени разложения торф делится на три группы. Слаборазложившийся – 5,25%, среднеразложившийся – 25,40% и сильнеразложившийся – более 40%. Кислотность – это очень важный показатель. Я вот хотел заострить всех внимания, кто находится здесь, кто находится онлайн у нас. Об этот показатель спотыкаются все агрономы, все агротехнологи, все тепличники, все спотыкаются хотя бы раз в жизни. Я тоже не исключение. Давайте на нем остановимся. Это очень важный показатель. Я даже советую просто его дома более детально изучить в интернете, именно просмотреть профессиональную литературу. Что это такое? Кислотность – это один из важнейших агрохимических показателей, характеризующий пригодность субстрата для выращивания той или конкретной культуры. Кислотность – это способность торфа проявлять свойства кислот, щелочей при взаимодействии с водой и растворами. Она же кислотность, от латинского по-русски прочитаю «пондус гидрогения», вес водорода, также называемый как водородный показатель, уровень концентрации водорода или показатель кислотности. Кислотность pH в разной литературе по-разному называют, но это все одно и то же. Чем ниже pH, тем выше кислотность. pH измеряется по шкале от 1 до 14. Вот, собственно, шкала кислотности. Если pH 0 – это элитролит в финцовых аккумуляторах. pH 2 – лимонный сок. pH 4 – кислотный дождь, кока-кола. pH 5 – кофе, моча. Молоко pH 6 имеет кислотность. Чистая вода, слюна, кровь – это нейтральный pH, это pH 7. Далее идет щелочная пищевая сода, мыло. Весь магнезий, нашатырный спирт, мыльная вода. То есть, в принципе, это показатель того, как он изменяется в цветовой гамме и с чем можно сравнить. Групповый химический состав торфа. В принципе, мы считаем, что в торфе ничего никогда нет. Это немножко не так. Ученые все-таки вытащили, что здесь есть. В зависимости от типа торфа. Есть оксид кальция. Вот и вот значения какие есть. Есть оксид железа. П2О5. Натрий общий. Калий 2О. Зольность. Опять же, тут тоже показано, да? Что зольность в низинном всегда выше. Органические вещества и кислотность. В принципе, здесь не буду останавливаться. Идем дальше. Содержание микроэлементов в сухом торфе. Да, в сухом торфе микроэлементы тоже есть. И в зависимости от степени разложения, от его типа, микроэлементы изменяются в таком порядке. Ну, заострю внимание. В принципе, в верховом торфе больше всего цинка. А в низинном марганцем. Требования к сырью торфа. Это взята табличка из национальных стандартов. И вот такое сырье поступает на торфяной завод. После чего с него он дорабатывается кислотность. Убирается там какие-то вкрапления, крупные куски, там древесные какие-то остатки. И производится торф. Это сырье, которое поступает на заводы, которое добывается. Пошли дальше. Следующим таким важным компонентом является циолит. Они у меня немножко в последовательности, не по важности, а по мере, как получилось. Циолит — это группа водных алюмосиликатов, которая имеет вулканическое осадочное происхождение. Свойство циолита — он способен к ионному обмену. Этот материал, этот алюмосиликат, он достаточно новый. Мы его не сильно еще используем в агротехнологиях, но он уже применяется в кошачьих наполнителях, и вроде как какие-то комплексы его уже начинают использовать. Водочистка, кстати, да, он фильтрует. Что? А у меня циолита нету. Циолита нету. Чем же еще он характерен? Он способен собирать тяжелые металлы и вредные вещества. Он собирает в себе нитраты, он имеет, как бы, у него структура такая сетчатая, он способен пропускать какие-то отдельные вещества и в себе накапливать. Способен к ионному обмену. Вот здесь указано молекулярное сито. Благодаря своей породистой структуре минералы способны различать молекулы по размерам. Это зависит от размеров, от пустот. Ионный обмен — очень классный показатель. Это как кипящий камень. Способен впитывать не только воду, но и молекулы других веществ. Каталитическая способность. Он способен ускорять течение реакции, которые происходят в субстрате. Павы — это поверхностно-активные вещества. Это вещества, которые используются как смачивающие реагенты. Сюда относятся три препарата, которые мне известны на сегодняшний день. Это фибазорб, добавка в торф, H2-гром, добавка в торф и дробь-гром. Что могу сказать по ним? Фибазорб всем давно уже известен. Многие производители торфов, субстратов добавляют это вещество в торф, которое позволяет в будущем, в работе на предприятии, решить несколько вопросов. Во-первых, если добавлены эти вещества, торф, субстрат быстро смачиваются. Легко полить, легко полить первый раз, легко полить второй раз. И какое-то количество времени, по крайней мере, пока растет растение в этом горшке, до 6-8 месяцев эта добавка действует и исключает такую возможность, когда нам приходится булькать растение. За счет того, что смачивающие вещества позволяют лишнюю воду с одной стороны отвезти, а с другой стороны нужную воду, когда просыхает субстрат, подвезти и максимально короткое время дать по всей площади, по всему объему горшка. Есть три производителя. Два иностранных, а вот DropGrom, российский уже, появится в ближайший, я думаю, что год, полгода должен быть на рынке. Степан Шишкин мне разрешил об этом сказать, что это разработка компании Компас. Я думаю, что он больше конкретную рекламу сделает сам, уже там расскажет. Но в принципе, почему я показываю об этом, не потому что меня попросили, а потому что мне просто очень приятно, что есть что-то отечественное, а мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы всегда задаемся вопросом, если не будет там фибазорба, чем заменить? Чем заменить? Ну, я думаю, что чем заменить будет. Так что, дай бог, чтобы все у них получилось. Веримкулит. Он у меня. Вот он. Как следующий? Два типа. Поднести мне, показать, да? Как мне подержать? Веримкулит есть разные фракции, и его можно, соответственно, произвести разные фракции. Есть мелкая фракция, есть крупная фракция. У него разные задачи из-за этого. Пожалуйста, я отдам. Можете посмотреть, потрогать. Какая его основная задача? В принципе, мы сюда относим не весь веримкулит, а именно агро-веримкулит. По идее, веримкулит применяется много где и в строительстве, и в производстве, и в фильтрации, и что-то еще делают. Ну, что же это такое? Веримкулит. Я имею в виду сейчас агро-веримкулит. Минерал, уникальный природный сорбент, активная добавка для роста растений. Эффективно создает благоприятный микроклимат для развития корневой системы и растений. В целом, экологически чистый минерал из группы гидрослют, который образуется в земной коре. Его получают, то есть берут этот минерал, его нагревают до 1000 градусов, он там происходит, какая-то сложная реакция, какое-то вспенивание, и получается вырастают как бы такие мягкие сталактиты, чешуйчатые, похожие на червячков. Потом просто его делят на эти чешуйки, и мы получаем веримкулит. Фракция может быть разная. Вот я сейчас показал, там есть и 2 миллиметра, и есть там почти до сантиметра размером. Какие у него свойства? Он влагоемкий. В основном мы его применяем для того, чтобы нам сохранить количество влаги в субстратах для южных регионов. Там, где есть недостаток влаги, там, где высокая температура, высокая испыряемая способность даст поверхность горшков через листовую поверхность. Там, где веримкулит себя показывает. Сегодня Вадим Боровков говорил, что 20% добавляет. Я использовал его и пробовал добавлять до 30%. Сложно сказать, насколько он хорошо делает или там плохо, я не замерял. Я знаю, что он работает, но насколько там работает, надо замерять. Очень большое значение еще имеет фракция его, потому что он в разной фракции идет. И компонент, он участвует в смеси с каким торфом, тоже большое значение имеет. Он пластичный, да, его можно сжимать, он накапливает воду, можно сжимать, можно влагу выжимать. Если субстраты с веримкулитом, они обладают какой-то более такой прорезиной, какой-то эффект какой создается, он более мягкий, что ли, более быстро восстанавливает свою структуру, свою плотность. Биостимулятор роста растения за счет окисей. В нем есть калий, магний, железо и кремний. Да, действительно, в нем есть какие-то эти микроэлементы в небольшом количестве и является таким вот плюсом. Аэратор субстрата. Да, он накапливает, у него хорошая влагоемкость до 500%, да, но он еще является аэратором субстрата. В принципе, он как хранит влагу, так же и обеспечит еще и водно-воздушный баланс хороший. У него PH 6,8, по-моему, да, ближе, 5,8,6, да, препятствует закислению важное качество у него, что его можно использовать для раскисления. И он на бедные свойства, думаю, тоже хороший показатель. Агроперлит. Горная порода вулканического происхождения. Я сейчас можно говорить, нельзя? Как все чудесно. Спасибо. Я так боюсь вообще выступать. Для меня это испытание. А можно мне стаканчики вернуть? Можно? Нет, сейчас просто мне это не запутаться. Мне надо что-то показать, если нужно будет, а по-другому нету. Так, вот этот он здесь идет. Кстати, вот он здесь, его видно. Какой он крупный. Почему красный? Первый раз красный не вижу. Вот такой всегда. Почему красный? Не знаю. Я вот такой первый раз, честно говоря, увидел в этом году. Обычно такой мелко используется. Но он действительно похож на резиновую крошку. Если вот не знать, допустим, я когда первый раз его видел, он такой, как вот, ну, играет он чуть-чуть. Ему чуть-чуть вот фракцию побольше, и тогда видно, что этот... Он здесь сжимается. Так, можно говорить? Нет еще? Ну, кстати, можно еще раз этим сфагнумом, да? Как-то белый торф называют? Да, кстати, упустил вот ее. Это сфагнум-ох. Условно. Еще не белый торф, но условно он в будущем будет белым торфом. Он продается как... Как... Очень четко вообще, не знаю, там... Растительное существо, можно сказать, да? Он реагирует, ну, живой практически. Он даже вот здесь в пакетике продается, вот он еще зелененький. Бактерицидные свойства обалденные у него. Хранить, допустим, какие-то дорогие культуры, черенки там же, как бы, нарезали... Ну, он дорогой. Единственный минус у него, он дорогой. Но у него очень классная... Влагоемкость. И воздух пропускает. Вообще, в принципе, по торфам большое количество месторождений. Огромное количество. Просто так вот никогда не задумываемся. Ну, там есть, там есть. На самом деле, по-моему, в России 12% площади от всей территории это торфяники. И самое большое месторождение, насколько я знаю, западной Сибири. Ну, там их много разных. Просто многие, как исследованные еще там давным-давно, 100 лет назад, но они не открыты, то есть не разработаны. И в западной Сибири появляется кислород. За счет того, что все растения в большом количестве переходят в эту фазу из кислородного разложения, в тем самым, как бы, баланс кислорода гораздо больше становится. И, честно, по своей идее, у нас вырос, отдал кислород. Плава разложилась, баланс кислорода вообще... Понимаете? И только за счет того, что у нас в западе Сибири огромное-огромное количество баллов, все это, как бы, кислородирует. И мы на выходе только получаем с кислород, а на задом не даем. И то, когда мы оттуда извлекаем с кислород, в виде, там, с кислорода, мы, так сказать, обратно подстанавливаем. Там же основная у торфа – это углерод. Вот как раз углеродный след. Мы, вроде бы, зеленые люди, а как используем торф, его освобождаем. Ну, вообще, на самом деле, мы так вот, ну, об этом просто говорим, да? Так вот, просто думаем. На самом деле, там очень сложные такие реакции химические происходят. Ну, очень сложное объяснение, потому что там целая форма расчета, как это происходит в природе. Там столько процессов. И они длится, ну, как бы, не короткий промежуток до времени. Там тысячи лет идут. То есть, там, практически... Две основных, как можно рассказать там на сморке, но две основных – это процесс пососимпоза, потребление углеродного, потребление кислорода, и обратный процесс – процесс разглажения, потребление кислорода, потребление углеродного. А еще болота, в принципе, они же являются природным фильтром. То есть, вся вода, которая стекает, да? Там же несколько, там, сверху накапало что-то, снизу притекло, под почвей притекло, и потом куда-то вытекает же, обратно, в речку куда-то, в озеро. То есть, очень сильно фильтруется вода, и практически там очень чистая. Так, меня слышно? Так, агроперлит. Сейчас рассматриваем именно агроперлит. Перлитов много. Они применяются в строительстве, они применяются в виноделии, в фильтрации нефтяных отходов, в ГСМе, много где. Я говорю про агроперлит. Он отличается от всех других перлитов тем, что у него... его диаметр от миллиметра, там, до пяти миллиметров. Вот он. Его можно показать. Так, как мне показать его? Держите. Подробно. Именно его, его, как бы, свойство проявляется именно при этом диаметре. То есть, когда он мелкий, раскрошенный, там, в пыль, он не работает. У нас, он в агротехнологии не работает. Нам нужно именно разрыхлить им. Что же это такое, все-таки? Агроперлит – это горная порода вулканического происхождения. А вспученный перлит, это который уже делаем из горной породы, это продукт измельчения и термической обработки вулканического стекла перлита. Это происходит при температуре, там, от 900 до 1000 градусов. Он получается, как бы, простым языком сказать, эффект попкорна. Его нагревает, он вспучивается. И за счет этого вспучивания его порисовь увеличивается на 90%. Основные свойства. Он сохраняет влагу, как мульчирующий материал в контейнерах, там, когда сеем рассаду или пытаемся произвести какое-то дорогое растение, где требуется сохранить влагу, где мы очень зависим от этого. Им можно сохранить влагу. Он влагоемкий. У него не такая большая влагоемкость, как у вермикулита, но он за счет своих пор какое-то количество, по-моему, там, в 4-5 раз больше, чем, собственно, вес, он в себя набирает воды. Он воздухопроницаем. Да, если он воду из себя взял, если вода стекла, он высыхает, он воздушный такой, и он держит большое количество кислорода в себе. Он сыпучий. Он не слеживается. Он не прессуется. Да, если его прессовать, он будет разрушаться, но он держит, как бы, такую воздушную прослойку. И в почве это очень хорошо. Особенно там, где, допустим, не знаю, в каком-нибудь субстрате применяется низиный торф, который быстро под прессом замывается, спрессовывается, то перелит, агроперелит, он немножко разрыхляет эту структуру. Поддерживает водно-воздушный баланс. Сказал, дренирует. Он хорошо дренирует. Действительно, если у нас есть проблемы с замоканием, увеличиваем количество агроперелита, мы можем решить эту проблему. Где это применяется? В черенковании. Да, там 30%, кто-то, говоря, даже 40% применяет агроперелита. Но, опять же, тут еще раз повторюсь. Важный момент. Когда мы что-то из компонентов применяем, мы этим самым пытаемся решить конкретную задачу. Вот эти все дозировки и рецептуры, они связаны с решением конкретной задачи для конкретной культуры в конкретном климатическом поясе или в конкретной местности. Основные компоненты субстратов. Это моя подсказка. Сейчас то, что я не сказал, я пробегу здесь. Сам торф, мы его разобрали. Песок, вот он. Не знаю, показывать надо, не надо. Используется для разрыхления. Он не прессуется, обеспечивает дренаж в субстратах, но утяжеляет вес. Если мы работаем с контейнером или с кассетой, то нам песок чуть-чуть мешает, потому что он увеличивает вес. Увеличивает вес, тяжело поднимать, тяжело транспортировать, мало влазит в машину на дальнее расстояние, когда везти. Очень важный момент. Глина. У торфа есть такое свойство. Или как бы, как правильно сказать. Он в низкой степени разложения в субстрате потихоньку, все равно со временем начинает разлагаться. Когда он разлагается, он связывает азот. Он способен к отченному обмену. Так вот, чтобы сохранить азот, мы используем глину. Также глиной можно сохранить какое-то количество влаги. Она в себя накапливает влагу с питательными элементами и какое-то более долгое время, чем торф и другие компоненты, его это питание и влагу отдает. Глина способствует анионному обмену. Мокс, фагна, мы на него посмотрели. Классный материал, жалко, что его нету. Можно использовать его, было бы много где. Он дорогой, он как бы предшественник белого торфа. Просто живой еще материал практически. Прекрасная воздухопроницаемость, прекрасная влагоемкость, уникальное бактерицидное свойство для хранения каких-то дорогих растений, каких-то черенков, каких-то луковиц. Можно им перестилать и хранить в холодильниках долгое время. Не требует, мог с фагнумом, не требует обработки фунгицидами. То есть, если он есть, он просто выделяет бактерицидные вещества и сохраняет растения. Кора. Вот она, можно показать. Здесь обычно используется кора хвойных пород, лиственница, сосна. Замечательный мульчирующий материал, но его можно добавлять, я знаю, что многие европейские потомники добавляют в субстраты. Понимаете, здесь какая задача? То, что они конкретно хотели решить, я не знаю, но я думаю, что это разрыхлить. А второй момент, используется компонент, который дешевый и есть на месте. Скорее всего, так. Ну и, конечно, кора немножко подкисляет. Для хвойных культур чаще всего ее применяют. Опилки. Опилок у меня здесь нету, но про опилки хочу сказать. Как компонент для субстратов нужно очень аккуратно использовать, что опилки делают нехорошее. Это рыхлый материал, хороший, легкий, там все классно с ним, но она забирает в большом количестве азот. Я применял один раз. Честно сказать, сложность в том, что пока они не разложатся до конца, они забирают азот и приходится усиленно кормить. И мы здесь проигрываем на удобрениях. Но, возможно, есть какие-то растения, которым требуются опилки. Возможно, не знаю. Далее идет Агроперлист. Целлист сказал, кокосовое волокно. Какое сововолокно и все, что связано с какими-то органическими остатками или какой-то шелухой или с какими-то скролупами, с выращенными в другой стране, в другой климатической зоне, чем чревато? Тем, что мы завозим сюда каких-то вредителей, каких-то насекомых, какие-то заболевания, какие-то болячки, какие-то проблемы. Потому что каждую там условно-партию невозможно проверить. Да даже если проверять будет, все равно много чего просто так попадает. И здесь вот есть такой риск. Но как местное какое-то условно сырье использовать можно. Но, опять же, применение кокосового волокна влияет на кислотность. Надо здесь смотреть и мерить. Керамзит. Керамзитный песок. Обожженная глина. Прекрасный дренаж. Свойства супер-классные. Думаю, останавливаться не будем. Гидрогель. Относительно новый компонент. Ну, как новый? Наверное, 15-20 лет уже существует. Я им пользуюсь только в домашних цветах. Ну, вроде как бы классно. При выборе компонентов я стараюсь уделить больше внимания технологичности. Потому что, когда вот какая-то структура такая, которую нужно аккуратненько подать ведрами, или какой-то другой способ подачи, то тут нужно смотреть возможности предприятия. Я профессионально его в большом количестве не использовал. Дополнительный компонент это торфяных субстратов. Это идет уже непосредственно для подготовки торфа. Доломитовая мука и известняковая мука. Это те компоненты, которые мы используем для изменения кислотности почвы. Ой, субстрата, торфа. Чаще всего и быстрее всего действует известняковая мука. Триходерма. Подселяем, знаете, да, чтобы бороться с почвенными гнилями. То есть, в принципе, много и Глеб Сашутин рассказывал, да, Глеб Демченко рассказывал про этот, и Вадим Боровков рассказывал. Всевозможные мимицелии. Опять же, можно в субстрат добавить любой гриб, который мы хотим, чтобы решил какую-то нашу конкретную задачу. Тут уже, как говорится, хозяин-барин. Почвенеактивные вещества, и говорил так.